Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники! Вот и наступили теплые денечки. Нас всех с вами как магнитом потянуло, кого на даче, в огород, в сад. То есть у нас руки, как говорится, чешутся, и нам хочется что-то поделать. Сегодня у нас с вами разговор пойдет о туе, о красавице тую. Очень многие сейчас, это в общем-то модно и красиво, сажают тую. Туя довольно-таки неприхотливое такое растение. Но есть маленькие такие тонкости и нюансы. Когда мы сажаем тую, и когда она маленькая, да, мы стараемся ее в зиму. Первые где-то два года примерно мы ее должны утеплять. В дальнейшем туя себя прекрасно чувствует, прекрасно переносит зимы. И ее не надо ни укутывать, ни укрывным, как многие это делают, ни одевать мешки, потому что туя чувствует себя прекрасно. Вы скажете, вот весной туя, она обгорает, и ее нужно обязательно закутать укрывным материалом, чтобы не было ожогов. Я вам открою маленькую тайну. Туя не обгорает. Что происходит с туей? Если мы сейчас обратим с вами внимание и вот раздвинем веточки, вот посмотрите. Вы видите, в глубине ветки уже зеленые. А желтые ветки, это не подмерзшие ветки. Она не подмерзла. Туя чувствует себя прекрасно. И это не ожоги. Что сейчас происходит с туей? Происходит следующее. В туе уже начинается сокодвижение. Видите, зеленые ветки. А земля, земля еще промерзшая. И корни у туи как бы скованы. Туя очень любит влагу, очень любит воду. И что происходит? Почему желтеют листочки? Вот в данный момент туе не хватает воды. Не хватает воды и не хватает подкормки. Что мы должны с вами сделать первостепенно, в первую очередь? Ни в коем случае не накрываем. Если кто-то накрыл, срочно раскройте свои туи. И возьмите столовую ложку мочевины. Разведите в ведре воды. Сначала тую хорошо пролейте. Но желательно, чтобы водичка была немного теплая. Не горячая, а такой комнатной температуры. Сначала под тую вылейте хотя бы два ведра теплой воды. А потом в следующем, третьем ведре в теплой воде растворите столовую ложку мочевины. И подкормите тую. Дайте своей красавице питание. Вот, пожалуй, и пока такие вот требования к туе. Обрезки она практически не требует. Просто если единственное, вы не хотите, чтобы она у вас очень уж очень выросла вот так вот вверх, не росла. Вот мне как бы нужно, я хочу, чтобы она была высокая. Вы можете просто-напросто удалить у нее макушку. Тем самым у вас получится очень красивый и пушистый такой довольно-таки кустик. Вот, пожалуй, вот такие вот мои короткие советы по туе. Бегите быстрее на дачу, идите в сад и окажите первую помощь своей туе. На этом я заканчиваю свой репортаж. С вами была Юлия Меняева в саду Левогороди. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok